Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по Великой Книге Теилим, 47-й Псалом. Великая Книга, Великий Псалом. 47-й действительно Великий Псалом. Мы с ним очень хорошо знакомы, кто знает еврейскую традицию, участвует, когда ходит в синагогу, перед трублением в Шафар, в самый серьезный день года, в Рошашана, чтобы попросить у неба хорошую судьбу, мы перед трублением в Шафар мы 7 раз читаем этот псалом. Надо вдуматься, насколько это великий. Это написано, написали мудрецы, что это великий гимн признания собой власти небесного царя. И этот же псалом, написано, будет исполнен в день, когда придет Машиах. То есть, невероятно сильный псалом. Написано, что в конце времен, когда завершится война Гога и Магога, и Бог победит, и земля вернется к порядку и покою, этот псалом станет как бы лидирующим, можно так сказать. Древние говорили про этот псалом следующее. Если ты хочешь понравиться людям, неважно там в бизнесе, в просто встрече, читай этот псалом, опять-таки, 7 раз его надо прочитать, и это работает. Это также для шедуха. Ты идешь там встречу, понравится девушке или парню, прочитай этот псалом 7 раз, и увидишь чудеса. Вообще, в древних книгах написано, что если нужна удача именно в этот день, то с утра, читая 7 раз этот псалом, ты притягиваешь к себе удачу. Он полезен тем, кто опасается потерять работу, написали, или хочет наняться на новое, чтобы тебя взяли, чтобы понравиться этим людям, то читают этот псалом. Еще написано уже современными комментаторами, что этот псалом идеальный способ разрешить противоречия, избежать конфликтной ситуации, которая сложилась или намечается. Вот если ты видишь такое, читай этот псалом. Что еще? Написано, что этот псалом очень силен для удачи в торговле, поэтому его тоже надо в день, когда какая-то торговая что-то, надо его читать. Что еще говорят? Написано, что если ты 7 раз прочешь этот 47-й псалом, ты будешь в этот день приятен людям. То есть приятен точно тебе гарантированно. Ну и последнее, что есть об этом псалме, к сожалению, иногда из-за наших действий, из-за всего, на небе скапливаются против нас различные приговоры, не совсем хорошие. Вот чтобы развеять эти тучи, чтобы развеять эти приговоры, 7 раз в день прочитав этот псалом, ты можешь быть уверен, что в этот день тучи будут развеяны. Брахава от лоха, всего самого лучшего.